Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Как минимум три школы в Сургуте в ближайшие годы построят инвесторы. Образовательные учреждения в микрорайоне Марьина гора уже возводятся. Застройщик – компания Сипромстрой, которая после завершения работ передаст объект под выкуп. Аналогичная процедура предстоит и в квартале Пойма-5, что расположена перекрестка улицы Энергетиков и Егорского тракта. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по городскому хозяйству и перспективному развитию. Механизм этот инвестор уже применял в учреждении в 42-м микрорайоне. Оно, к слову, введено в эксплуатацию и выкуплено за счет средств программы сотрудничества, которая действует между Ягрой, Ямалом и Тюменской областью. Еще одну школу в 35-м квартале – это новый участок улицы Киртбая – возведет компания «Брусника». Однако способ инвестиций под выкуп или по концессии пока не определен. Проектирование ведет застройщик, который планирует передать документацию городу безвозмездно. Что касается ранее заключенных соглашений, то на прошлой неделе подрядчик вышел на стройплощадку будущей школы в 5-м А микрорайоне. Приступил к работам, завелся в технику. На сегодняшний момент придется расчистка снега. И, надеюсь, приступит все-таки к реализации долгожданного объекта. 20-й А здесь строительство ведется. Что касается 39-й микрорайона, данный объект введен в эксплуатацию. Ну и два объекта у нас садится. 38-й и 4-й микрорайона. Больше полутысячи машин снега в сутки. Столько осадков вывозят на полигоны компании, задействованные в зимнем содержании города. Представитель генерального подрядчика рассказал журналистам о работах на окраинах города. Как известно, в январе техника не справлялась с обилием осадков. Однако сейчас, по словам сотрудника подрядной организации, подобной ситуации повториться не должно. При влечении дополнительных машин город не нуждается. Сейчас дорожники вывозят на полигоны около 15 тысяч кубометров снега ежедневно. В Сургуте на постоянной основе проходят проверки качества очистки проезжей части. Администрация города направляет компании Дориемтех предписание об устранении нарушений на участках, где дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. В конце прошлого года предприятие создало публичную группу в социальной сети ВКонтакте, где дорожники рассказывают о своей деятельности, а жители фактически в режиме реального времени могут отслеживать работу коммунальной техники и оставлять комментарии под постами. На сегодняшний день вывезли 1,2 миллиона метров кубических снега. Общая площадь вместимости всех полигонов у нас 4,6 миллиона, поэтому мощностей у нас вполне достаточно, потому что принять весь снег за эту зиму. Подрядчики справляются удовлетворительно. Проезжая часть в хорошем состоянии. На сегодняшний день претензий к подрядчикам у нас нет. С целью информирования в Сургуте представители участковых избирательных комиссий продолжают поквартирный обход. Представители УИК стучатся в каждую дверь, чтобы рассказать о предстоящем голосовании на выборах президента России. Специалисты одеты в униформу. Это нагрудный знак в виде латинской буквы «В» в цветах национального триколора, белый шарф с логотипом выборов, а также именной бейдж с печатью и подписью. Для еще большей убедительности проверить участников всероссийского проекта «Информ УИК» можно на сайте «хмао.избирком.ру». ТИК разработал мобильное приложение «Модуль А». Мы заходим под своими паролями и логинами. У нас уже отображены квартиры, которые нам нужно будет обойти. И получается, 17 февраля мы первый раз пошли на обход, так сказать, тестировать приложение. Граждане дружелюбно нам открывают двери. Мы сразу представляемся, и вопросов у людей не возникает, потому что идет информирование, люди знают то, что ходят, сейчас идет обход. Прямой рейс со знаменитой международной сети «Том Ямбар» из Таиланда прибывает в Сургут. Дорогие гости, вас ожидает более 10 видов знаменитых супов и, конечно, хиты тайской, японской, вьетнамской и даже индийской кухни. Для самых маленьких гостей большое ресторанное игровое пространство «Том Ямбар». Цветы мира – это когда цветов не просто много, а много. А еще цветы мира – это когда покупаешь больше, а платишь меньше. Розы от 74 рублей. 101 роза от 5656 рублей. Красивые срезанные цветы по оптовым ценам с очень гибкой системой скидок в магазине «Цветы мира». Югорский тракт 7-4. Блок А. Телефон 7070-07. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Хорошо там, где есть «Радио Дача». «Радио Дача». «Радио Дача». Продолжение следует...» Продолжение следует...